Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как обновить BIOS. Получается, вы заходите на сайт производителя вашей материнской платы. У меня это... Gigabyte. Как вы видите, там написано и производитель, и модель. Заходите на сайт производителя, находите свою же модель, свою же ревизию. На материнской плате тоже написано REF 2.0 у меня. И находите драйвера для BIOS. Вот они, ой, прошивка для BIOS. Вот она. У меня стоит прошивка. Самая первая. Есть последняя, но она бета. Бета нам не нужна, она нестабильная. Скачиваем предыдущую стабильную. И когда вы ее скачали, вы ее распаковываете на флешку. В принципе, здесь есть экзешник, можно с него запуститься. Но есть проблема. Когда вы с него запускаетесь, он говорит, что нужна 32-битная система, а она 64-битная. То есть, получается, этот экзешник вот эту прошивку прошивает. но, в принципе, можно обойтись без экзешника. Этот файл говорит экзешнику, что нужно прошить эту прошивку. Но, в принципе, вот эта прошивка и можно обойтись без этого всего. Вы просто перезагружаете компьютер и в момент включения там будет написано Q-Flash. Это и есть ваш вот Q-Flash. То есть, это и есть прошиватель. И вы нажимаете кнопку, которая здесь подписана, End. И она заходит в прошиватель биоса. И вот здесь пишет, что у меня версия F6 и что можно обновить биос с устройством. Вы нажимаете и вам предлагает либо жесткого диска, либо с флешки. Убираете флешку. И вот у меня она здесь лежит. 1.2. И вот он файл. Я нажал Enter. Оно проверило. То есть, оно сначала проверило, а потом говорит, типа модель называет версию. У меня, как видите, шестая, а здесь уже девятая. У меня 14-й год, а здесь 15-й. То есть, и в принципе говорит, вот мы нашли, все сходится вроде бы. Вы желаете прошить? Нажимаете Да. Пошло перепрошивание. И в этот момент важно, чтобы у вас не выключился свет. Потому что сейчас идет перепрошивка BIOS. Если она оборвется вот прямо сейчас, например, то ваш BIOS будет недопрошит. И, соответственно, вы не включите компьютер. Потому что получается, она поверх старого BIOS прошивает новый. И так как он будет наполовину только записан, то он просто не включится. Чтобы его BIOS включился, он должен прошиться полностью. Соответственно, для этого у вас должен стоять бесперебойник. У меня стоит. И я уверен, что свет не выключится. Ну, даже если выключится, бесперебойник будет поддерживать питание компьютера, и все будет хорошо. Но если у вас нету, то у меня свой страх и риск. Потому что это очень важный момент. Момент прошивки. В принципе, в любом устройстве, если в момент прошивки пропадет питание, ваше устройство просто уже не включится. Ну, так же и в телефоне везде. Поэтому это важно. Здесь даже вот так оно и пишет. Не выключайте питание Don't turn off power. То есть не нажимайте кнопку выключить или резет. Потому что если вы нажимаете выключить или резет, прошивка будет прервана на половине, соответственно, BIOS будет в нерабочем состоянии. А если BIOS не работает, то материнская плата даже не запустится. Потому что именно BIOS опрашивает все устройства материнской платы, а потом запускает их. Вот. Поэтому сначала оно проверяло, потом проверяло сумму, а теперь обновляет. Идет процесс обновления. И в принципе я могу поставить паузу, чтобы не ждать под конец запустить. В принципе прошивка уже завершается. Вот мы снялись с паузы. Ну, довольно-таки недолго. Я думаю даже около минуты прож... Ну, минуты, да, где-то минута. Все. Оно написало, что прошивка завершена и компьютер будет перезагружен. Сейчас компьютер перезагружается сам. Ну вот. Наш любимый звук пик. Если один раз пик, значит все нормально. А если пиков больше или они... их несколько, это уже ненормально. Можем нажать End и посмотреть, что нам пишет про прошивку. Пишет, что у нас уже F9 прошивка, 15-й год. Ну вот и все. То есть уже показывает не F6 прошивку, которая показывала F9, не 14-й год, а 15-й. Ну просто это получается из стабильных самая свежая прошивка. Ну материнская плата просто старая. Соответственно, для нее это самая свежая, ну самая последняя прошивка. Есть еще старшая, но она бета, а бета это нестабильная, то есть там могут быть проблемы. А зачем нам проблемная прошивка? Все, в принципе, перезагружаем. Убедились, что все хорошо. Входим в BIOS, нажимаем кнопку Delete и видим, что BIOS работает. Ну, значит, все хорошо. Вот таким вот образом можно прошить BIOS. Ну и для наглядности, что все работает, в принципе, можно даже запустить систему. Но в этот момент прошивке важно, чтобы вы выбрали именно своего производителя, свою модель, ну то есть важно не ошибиться с производителем материнской платы с моделью и с и с ревизией, потому что ревизия тоже играет типа первая или там вторая, это тоже может сыграть роль. Вот. И если вы все правильно сделали, то в принципе все у вас будет работать. Как и у меня. В принципе, оно даже осталось на том моменте, где я выключил на браузере. Просто браузер еще не загрузился. Таким вот образом можно обновить свой BIOS. Ну, а на этом все. Всем покедова! Субтитры создавал DimaTorzok